привет родные мои давненько я с вами не виделся ну нет у меня времени снимать видосы но могу я такой снять небольшое видео которое будет просто поболтать почитать комментарии что-то пообсуждать вот прям интересно и мне хочется высказаться тема у нас будет такая типа как инициатива наказуемо но я расскажу именно конкретно про себя вот дочка у меня учится в школе искусств и я как-то сразу смотрел на весь этот учебный процесс думаю блин но у меня же есть камеры у меня есть микрофон и так далее и первое что мне захотелось сделать это записать аккомпанемент то есть все у кого дети учились да или учатся хоть вокал хоть еще какие-то инструменты очень часто все это исполняется с аккомпанементом вы приходите домой и ну ребенку хуже заниматься когда он не слышит вот первая мысль у меня была блин надо сказать педагогам что давайте я ребята запишу аккомпанемент приду с камерой не хотите чтобы вас не было видно базара нет запишу просто что там руки не знаю там какие-то колки дать что там шевелится фортепиано вот все это запишу с хорошим качеством все выложу это на youtube то есть сделаю сайт где-то все это лежит в открытом доступе то есть дети пришли набрали там на смартфоне на хоть на телевизоре хоть на компьютере открыли аккомпанемент и занимаются ну по мне не знаю по мне классно эта идея прям вот я хотел вот один год ходил все уговаривал никого никого не уговорил вот а в этом году думаю дай-ка я так по напористее буду все это дело ну вот наконец-то уговорил но не преподавателя а того кто исполняет аккомпанемент то есть все поставил две камеры сделал звук кстати в конце зацените как получилось ну мне кажется хорошо вот все это сделал можно вообще туда прямо как караоке добавить текст уже чтобы ребенок даже но не читал ну правда это от меня больших затрат потребует да то есть смотреть где какой текст все это туда вставлять вот все это сделал загрузил скинул тому кто преподает вокал вот думаю ну сейчас скажут блин мешаня ты молодец классно дети теперь будет заниматься ладно печатает печатают мне ответ вот ну кратенько ну конечно там все было предельно вежливо то есть примерно сказали что чё я сую нос туда куда не надо то есть может это секретной информации что они будут петь в общем с учебным процессом они разберутся как-то без меня вот я как бы кручу все по удалять что ли те ну спасибо за понимание все да ну то есть я понял что нахрен мои вот эти вот изыскания с аккомпанементом не нужны блин ну что секретного в том что исполняет детская школа искусств вы наберите какую-нибудь детскую песню да не все одно и то же поют ну тут ничего секретного нет ни какой-то великий конкурс или это что или для того чтобы не было совпадений по песням я не пойму если не было совпадений но все школы не знают чего не поют могут быть один хрен совпадение вот я вот этого понять не могу то есть я стараюсь делать так чтобы детям детям причем не только моему ребенку да а всем детям было легче заниматься то есть можно набить вот эту базу жену в детских школах у них же много пересечений так скажем да по произведениям хоть ну не знаю там на гитаре или еще на каком-то даже инструменте там тоже аккомпанемент можно записать и это же по всей стране то есть ну и все будут пользоваться ну блин это же я считал что классно на самом деле оказывается это фигня не знаю если вы пишите пожалуйста как вы поддерживаете меня правильно или неправильно и вообще я хотел вот так скажем да чтобы вот эти школы искусства как-то более современные были до вести каналы вот эти концерты стала еще концерты кстати снимать бесплатно причем снимал не только где моя дочка участвуют да то есть все снимают как ну своего ребенка снял все то есть я снимал все весь концерт все это потом монтировал все это выкладывал в итоге что ну во первых это никто не смотрит что я больше всего удивился думаю ну ладно там 200 человек да ну ребенку записал ладно она там родителям показала не знаю бабушки дедушки куда-то тоже удобно да то есть если бабушка дедушка далеко вот и в хорошем качестве зашел на youtube посмотрел никто не смотрит но просмотров там буквально мизер это первое что обидно то есть понимаете я трачу больше часов по моему на монтаж этого видео чем его посмотрела ну блин никто не смотрит хотя объявление повешал что заходите ребята смотрите вот во вторых нету там даже комментариев знаете такие что спасибо что записали ну но от родителей или еще от кого-то правильно то есть вы получили бесплатно запись ну какой дурак вам будет делать в основном там были такие комментарии что вы неправильно написали там фамилию моего ребенка блин да я откуда знаю но мне дали вот эту программку блин программку не так сделали и причем еще как бы она пишется в основном так что неправильно написали не конечно может я утрирую да что не так что там пива нет и не будет а пива нет и не будет что вы неправильно написали имя моего ребенка ну как то так то есть я объясняю что видео уже залито то есть я видео уже поменять не могу да и откуда я могу толком знать как зовут вашего ребенка ну мне программку далее с программки все это дело перепечатал вот как-то никак не клеится и вот постоянно понимаете еще инициатива наказуемая так понимаю преподаватели тоже поэтому у них вот эти наработанные программы где ну в основном да как я считаю одна классика ну почему немного не осовременить все это дело да то есть я понимаю что это некий фундамент который должен оставаться хорошим но тем не менее да если вы учитесь например на архитект на архитектурном да то понятно всякие формулы вот это чтобы рассчитать это все остается по старому но вы же не рисуйте те здания которые были 50 лет назад что-то надо более современное почему бы не взять какие-то современные произведения которые по сложности соответствуют тоже классики то есть никто же не говорит убирать классику но тем не менее ребенок когда до пришел например в школу в обычную школу не в школу искусств и сыграл что-нибудь современное правильно что знают все одноклассники или точно так же вот ну я кого-то снял выложил это на youtube он пришел потом смотрите ребята как я клево исполнил послушали да все одноклассники о нифига ты могешь да ты вообще парень да либо когда кто-нибудь придет и какую-нибудь классику исполнит ну кто из молодежи воспринимает классику ну я думаю очень маленький процент очень маленький и вот этот понимаете ребенок ходит ребенок занимается одноклассники его но не шибко понимает что ты там да ты на скрипке перекидать что это ну фигня какая-то а когда это было бы более современно мне вот очень нравится смотреть всякие каверы до которые там на фортепиано на гитаре исполнен на скрипке ну ну современные современные песни которые переисполнены мне очень нравится вот почему бы это не внести и детям было бы гораздо интереснее учиться ну по крайней мере как я думаю ну вот в принципе вот такой болтливый у меня видос теперь давайте посмотрим аккомпанемент вы пожалуйста пишите ну прав я или не прав ну мне вот все таки хотелось бы такое сделать не знаю уперся в стену уперся в стену как говорится все всем пока до новых видосов надеюсь скоро они будут скоро будут давайте пока всем удачи а ну Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»